Восемь утра начали обстреливать, бросать литургию нельзя, останавливаться нельзя. По сути, только еще вирую не спели, еще вся литургия впереди. И мы понимаем, что они не останавливаются, они бьют и бьют прямо на водку. В первую очередь они сожгли храмы, потом взялись за корпуса. И корпуса они так побили чуть-чуть, ну и особо там где-то подгорело, и больше они не стали. Стены-то старинные, там еще попробуй его разбить. Как бы я так что-то понял, что они не бьют каждую секунду, вот он стрельнет, он потом подкорректирует, второй раз стреляет. Где-то у тебя минута, ну точно есть, давайте сбежим за эту минуту, мы сбежим в подвал. И мы, короче, ну вот они стрельнули очередной раз, мы и собрались, сбежали в подвал, вот только сбежали, пролетело прям мою келью сразу, прям разбило там, прям в окно упадули они. Вот, все, там двери повылетали везде, они начали по окнах бить. Залетать в окнах, и как-то господь так давал, вот они вот на 5 сантиметров и не попадут в окно, и взорвался в косяки, и вон этот. Потом, в крышу они в два раза дали, видно, чем заживательным, мы забежали, они тушителем затушили на втором этаже, там в корпусе, в соседнем корпусе. Получилось, мы в двух подвалах сидели, мы могли связаться с настоятелем, он в Курске находился как раз в этот момент, и он нам сказал, что мы окружены уже, что там. У нас с нами было там несколько человек, в одной 82 года, вот этот, который погиб мальчик, парень, ему, он тоже еле ходил, умывали второй рукой. Одна женщина, монахиня тоже, а такая уже в возрасте, у света нет, чем-чуть нет, холодильники потепли, все это, вода уже заканчивается. Не решили как-то стараться выбираться. Пока вот дрон вылетает, летает, вот только он чуть-чуть полетел или к другому корпусу, и мы за это время отбегали, и сумки в машине в гараж переносили, там вещи кое-какие свои. При 4 мы резко вылетаем, договорились, когда мы в машине с ней в гараж. Приезжали еще там, Баба Ягат, мы на сне там лежала, там на гроб, и дрон объехали, и полетели, и мы говорим, ну, едем сколько можем, чтобы дрон-дрон не догнал. И вот, короче, едем, я за поворотом выхожу и смотрю, стоят военнослужащие в районе, остановили меня, я вышел с машины, там, ну, такой немножко разговор на таких тонах, они, они там, стой, стоять, не двигайся, там, ну, я тоже там надренализируюсь, там, не знаю, что делать. В общем, проверили документы, начали документы, я когда грузил всех, я же только всех грузу, пока всех погрузил, я кому-то дал свою сумку, видно, я не помню, куда ее делал, они мне не верят, что я без документов еду, я таких, ну, даже не мог понять, где она. Ну, потом, как бы, начали, забрали телефон, ноутбук, открыли телефон, начали контакты смотреть, фотографии, там, ну, если с военными. Забрали они, короче, все телефоны, забрали у нас с машины ноутбук, и планшеты, которые личные, чисто, у деда там деньги были, какие-то там мелочи тоже кто-то забрал. Смотрю, они мне говорят, все, садись, езжай, ну, я, как бы, думаю, там еще машина, я, как бы, чуть отъехал, потихоньку еду, смотрю, они их тоже пропускают. Мы проезжаем километр где-то, из кустов по машине стреляют, по моей, вот, у меня попадают в нижний бампер сзади, слава богу, ни колесо не пробили, а у меня три человека сидит сзади, и слава богу, что их не побило. И мне человек, который едет, по родцу связался, говорит, нас обстреляли, я, да, мне тоже, он говорит, ну, что там, женщина жива, Серега молчит. Поезжаем в Сунжу, Сунжа мертвая вся, вообще, там, ни души, ну, там, отдельные какие-то, прохожие там встречаются, асфальт, то есть, там, видно, танкеры ездили. Проехали километров 30, я вижу, уже начинают встречные машины, скоростной режим собрадаться, я понял, что тут мирная, мирская жизнь, все же мирная. Ну, так, приехали сюда, приехал в МОК с НОЗа, вызвал следственный отдел, позвонили, теперь уже оставили, сейчас провели, наверное, вскрытие, будем хоронить, вот такая история, вообще.